Муромский Князь Павел правит в нем мудро и справедливо на зависть многим. А где зависть, там, как водятся мысли черные, да дела злые. Господи, помилуй нас. Помоги отвести беду от земли нашей. Ты что, дедушка, кому ты кланяешься? Тебе, милая, от всего народа в благодарность за силу твою светлую и дар небесный людей исцелять. Да все по Божьей воле. Предсказание есть, дочка. Беда на Муром надвигается. И только ты помочь можешь. Позволь, пособлю, княже. Рано. В самый раз. Слышали? Князь Павел в поход пошел. Как пошел? Не справятся они без меня. Князь Павел! Влас, подождите! Чудища на Муром надвигается! Я же метательную машину вам не показал! О, батюшки напугался как! Без нее не победить! Ну что, Фома, привез машину? Да привез, привез. Но сначала, князь Петр, позволь познакомить тебя с женушкой моей, милой Дуняшей. О, и правда, вот так лада. А сам-то, княже, когда женить себя думаешь? Петр? Княже? Да на ком жениться? Где отыскать достойную руки моей? Где? Разве что в Царьграде, Заварем, в Царьревну Византийскую. Так что не судьба мне под венец идти. Этак ты никогда у нас, княжи, не женишься. Почему же? А вот когда снег летом выпадет, тогда и суженая моя сама объявится. Дедушка, ну почему я? Ты единственная, кто может князю будущему помочь, а стало быть и княжеству Муромскому. Но для этого тебе обвенчаться с князем Петром надо. Сила ваша в любви и в вере. Но я же дочь Древолаза, а он князь. Самой свататься? Не хочу срамиться. Ты почему-то такая упрямая. Нам пора идти. Это судьба твоя. Нападем на змею прямо в его логове. Как думаешь, воевода? Княже, здесь бить змеюку не лучшая идея. Как-то тут темно, неуютно, что ли. Погибну, но змея с собой заберу. Не дам ему дойти до нашего княжества. А народ сказывает, будто у идолища поганого не одна жизнь, а целых три. Вот так, и с первого раза змея этого никому не убить. Да хоть и три. Все одно, не вечную. А если со мной что случится, то я в Муроме Петра оставил. Он справится. Взрослый уже. Но! Но! Берегись! Чудеси! Слава Богу, успел. Павел, смотри, что тут. Я же тебе велел в Муроме оставаться. Или мое княжеское слово тебе ничто? Вон он! Смотрите! Летит! Летит, Змея. Прости, брат. Ребята! Держите! Смотри, огромный-то какой! Дружина, все по местам! Плечом! Плечом! Сейчас на его! Только держитесь, ребятушки! Стой! И готовится! Ну, не подведи. Тяните! Все за мной! Вперед! Держись, Петр! Держись, Петр! Слава Богу! Слава Богу! Не по зубам тебе нечисть, княжество муромское. А хороши трофеи. Бросим его здесь. Нет, зачем в муроме народ пугать. Ну что, брат, закатим пир, когда вернемся? Конечно. В честь твоей свадьбы, а? Да молод я еще. Когда оно будет? Змея Поганова убил, нужно и жениться. Да ладно тебе, Павел. Это ж ты все сделал. Если бы не ты, ехал бы сейчас с муром мешочек с моим пеплом, а не я. Змеи борются. Эй! Да что вы так плететесь? Давай живее, молодцы, а то в пути застанетесь! Эй, красавчик! Как же так? Такой отважный воин-змеи борец и вдруг испугался маленького зайчишки. Так заяц бежал прям поперек дороги. Куда и примета. А есть примета, на что упал, то и болеть будет. А еще есть примета, змей трехглавый поперек дороги. И кто ж тебя замуж-то возьмет, такое умное? Да не беспокойся. Есть у меня уже мой суженый. А тебе все дорасскажи. Ох, не завидую я ему. Ну а как звать-то тебя, красавица? А зачем тебе? Ты ведь князь. У тебя своя дорога. А у меня своя. А откуда ты, красава, знаешь, кто я такой? Эх, поглядел. А теперь гадай. Еще увидимся! Рано радуйся, князь. Ты забрал у меня только одну жизнь. А я заберу у тебя все. Муром отдашь! Решил змей поганый Тайно в Муром пробраться. Зло свое сеять Да людей искушать. Эй, ты девка! Далеко до Мурома? Кому далеко, а кому и сто верст, не крюк. Бывало там? Да, случалось. Путь-дорожку покажешь. Негоже как-то в берлогу соваться, ежели сам не медведь. Ишь, смелая какая нашлась! Я без приглашения в гости не хаживаю. Ну так я тебя заставлю, если не хочешь по-хорошему. Ой, бедный, не шутка мой. А я тебя вылечу. Подходите, пирожки с крольчатиной! Живодера, морковку есть надо. Я с княгиней, молодым княжичем и боярами едут. Героида преданная дочерям выбирать будет. Да что она туда придет? Мариша, Мариша, я вам новые ткани привез. Все женихи вашими будут. Вот еще полюбуйтесь. Опять старье приволок. Баб своей подари. Да как же? Героида не захотела угодить. Княжич Петр, постой. А, княже! Бери мечи. Парень, смотри! Каприветствую, уны, сиятелище, наша княгиня. О, достопочтенешек нас нашла. Княгиня! Позволь сделать, княгиня, скромный, но очень красивый подарок. Ага! Попрошу, примите чудо далеких морей, несравненные княгиня. Это изумруды. Ни к чему это, Анна. Но почему? А разве мне оно не к лицу? К лицу, к лицу. Но как-то не по сердцу. Ты что, скажут бояре наши, что княгиня от соблазна удержаться не может? Анна, пойми скромность, вот твое украшение. Благодарю, но княгиня не может принять столь щедрый дар. Как кальпи, пахнешь от всего сердца. Значит, ожерелье захотела. Будет тебе подарочек от меня. Отказал. При всех. А что плохого в том ожерелье? Разве я не достойна его носить? Ведь я княгиня. Павел только о народе и печется. А мне ни одного дорогого подарка не подарил. Что это? С лизинкой княгины будет тебе ожерелье, Анна. С лизинкой княгиня. Павел, ты все же купил. Кто ты? А не умерший вот тот. А не умерший вот тот. А не умерший! А не умерший! Павел! Вот так и живем. Порчу заморскую захочешь, достанем. А так-то мы люди скромные. В детстве ведь меня сам князь Павел на коленях качал. А его брат Петр мне вообще как родной. Вот так вот. Ой, смотри какой. О, а хочешь, я тебя его поймаю? Не поймаешь. А поймаю, поцелуешь? А если я поймаю, ты поцелуешь Зайца прямо в нос. Ой, мой Заяц. Зайтик, а ну стой-ка, стой. Нет, я... Ты так, да? Сейчас, я тебя... Тссс. Ну и где этот лоботряс? Тома! Павел меня кличет. Что там? Ты гляди, Павел два. Кто же из них тебя на коленях качал? Кто-то лоботрясом назвал? Заговоренное ожерелье это. Никак его не снять. И управляет им змей этот гадкий. Силище в нем неведомое. И если что не так, не выжить мне. Сначала змей поганый, а теперь еще и это напасть. Одного не пойму, за что нам посланы все эти испытания тяжкие. Чтобы ни одной живой души, ни слова, ни единого. Это ясно? Ясно, княжь, ясно. На, держи. Ступайте и помните уговор. Сегодня, как только стемнеет, все и решим. Думаешь, княгиня, ожерелье только на твоей шее? Нет, оно на всем граде Муроме. Анна! Даже не пытайся. Жизнь княгини теперь в моих руках. Шевельну пальцем, и она умрет. Но ты можешь спасти свою жену. Уступи мне трон по доброй воле. Вся твоя власть, дружина, богатство будут принадлежать мне. Все будут думать, что я это ты. Смотри, ты отрубил головы змею, но не сможешь перерубить даже несколько моих волосков. А значит, и меня тебе не одолеть. Да кто же он такой? Кто бы он ни был, а наши мечи перед ним бессильны. Даю тебе слово, брат. Я добуду нужный меч. Княжи, а то батюшка знаю, что именно ты настоящий князь Муромской. Будешь верно служить, героида. Получишь все, что пожелаешь. Господин желает выбрать медь? Из лучшей дамасской стали. О, выбор у меня велик. Это лучший мяч. Давай другой. Еще. Давай другой. Знать не так хорош, ваш хваленый Булат. У всех уже оружейников побывали. Да потому что не там ищите. Кто ж там такой всезнающий? С твоим великим делом ни один обычный меч не справится. Шел бы ты по-добру, по-здорову. Влас, не шуми. Дай ему сказать. Дабы одолеть тебе змея-ворога, ищи меч богатыря-змееборца. Агриков меч. Враки все это. А может быть и нет. Может это наша последняя надежда. Ищи меч богатыря-змееборца. Агриков меч. Расскажу. Что-то хотел сказать и забыл. Забыл. Помощь мне твоя нужна. Испытание одно тебе будет. Да и Петру проверка. Ведь только милосердному меч в руки ляжет. Где же нам искать этот Агриков меч? Петр. Ну, несколько дней и ночей в пути. Ну, пора уж домой возвращаться. Что? Я что хочу сказать. Нет на свете такого меча, чтобы разрубить все это зло. Теперь вот какой-то Агриков меч ищем. Сейчас я укушу кого-то. Ну, наврал старик. Я брату слово дал в лаз. Ах, тяжко тебе придется, княжа. Петр. Нет никакого Агрикова меча. Послушай его, княжа. В лаз дело, говорит Петр. Надо возвращаться. Княжа, домой уж нам пора. Ну и возвращайтесь. Я вас тут не держу. Без тебя? Без тебя? Да как можно, княжа? Нет, Петр. С тобой до конца. Ой, сейчас. Ой, сейчас. Сейчас, бардука. Хорошо. О. Тогда пусть случай нас рассудит. Условимся. Если я попаду в бурундука, значит нет никакого меча. Ну, а ежели я, то будем искать дальше. Ты готов? Угу. Не промахнешь, брат! Ура! 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 Только милосердному меч в руки ляжет. Ура! Испугался маленький. Беги! Ура! 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 Агриков меч Нашел! Смотри, брат! Вот он меч. Я свое слово сдержал. Ты это видел, Павел? Да что ж такое-то? Смотри! Один лишь пепел! Хватит. Держи. Меч нашел своего хозяина. Я ж говорил, странное дело. Никто его из ножен вытащить не может. Только мне этот меч поддается. Не упрямься, Анна. Ты же этого хотела. Я сделаю тебя самой богатой. Будешь ходить в соболях и изумрудах. Мы будем жить в белокаменном дворце. Только поцелуй, Анна. Нет, Павел. Ты же знаешь, что твой меч бессилен против него. Это моя битва. О, Петр! Неужто старший брат не рассказал тебе, что я непобедим? Но если желаешь сразиться... Агриков, меч? Как ты нашел его? Павел! А, Аннушка! Неужто старший брат. Танушка Спасибо Они вместе Мы все окружены Не как ворок напал Слава богу, все позади В одном помоги Вот эту колдовскую дрянь Спрячь под самый крепкий замок А там посмотрим За мной кровь змея поганого она радуешься петр кровь моя смерть для всех найти мой амулет в нем вся моя сила помоги мне ираида обещаю я сдержу слово и ты получишь все что только пожелаешь а не врешь ослёг наш пляс петр то говорят совсем он плохо и долго ему осталось моя кровь яд для него а ну-ка слушатель а с павлом я уж сам поквитаюсь как только силы вернуться объединимся служить тебе буду мне нужен мой амулет да как же мне до него добраться все же догадаются придумай а где агриков смесь не тревожься он в надежном месте павел приказал странная болезнь князь павел княже ничего ему не помогает и никакие снадобья от местных знаков и вообще ничего когда найдите тех кто избавит его от этой напасти ослать гонцов найти лучших лекарей все понял обещайте любую награду а можно тоже поедет фама ну а чего петр все-таки мне ну это как брат попробуй туда вещь и одна знахарка видала сон про деву будто она петра исцелить может но путь туда не близки в княжество рязанское а живет та дева в деревушке ласково слава богу добрался ну и дыра фух фух х о а с этим ты что мне только спросить но вы возьмете безкорытная туша ох спасибо милая вот помогла помогла старухе то моей хм о-о-о-о-о а я уж и не верил и ведь как не взяла же ничего хм господи Прошу, дай ей только жениха хорошего. Ага. Господи. Дай ей жениха. Жениха. Здравствуй, проходи, Фома. А как тебя... Феврония меня зовут. Скажи, князь Пётр совсем плох, да? О, да быстро до вас слухи-то доходят. Ну да ладно. Чем помочь ты ему, хоть знаешь? Что тело его излечит, знаю. Только это ведь пол-дела. А, вот и про что. Цену набиваешь. Нет же, я с молитвой живу на этом свете. И могу князю Петру помочь. Но он должен сам сюда приехать. Ух ты какая! Чтоб князь Пётр, да к тебе! Должно мне рядом с ним быть. И только тогда, с Божьей помощью, к нему полное исцеление придёт. Да что, Пётр? Да на тебе женился! Ха! Да он и на византийскую принцессу даже не оглянется. А это не твоя забота. Твоё дело маленькое, но важное. Слова мои ему передать. Ты ещё указывать мне будешь? Ха! Ишь ты! Княгиня она стать захотела. Ха! Принцесса Бурундучия! Скорей, снег летом выпадет! Вот ты сиди в своём лесу. Когда смерть уже у сердца пальнула, то я тут бессильный, княгиня. У него побывали лучшие врачи. А вы самый лучший! О, простите меня. Я думаю, что любые лекарства здесь бессильные. Дуняша, вот и я! О, явился, не запылился. Как раз очень запылился. Это ты-то запылился? Проголодался. Нет уж, это я запылилась тут. В этом душном чулане. Обещал ведь хоромы. Да все вы одинаковые. Это-то о чём, а? Да о племени вашем, бабьем. Надо ж, говорит, вылечу. Только пусть, говорит, женится на мне. Условия ведь... Крошли, старик. Князю. Это ты про кого? Да, про февронью эту, странную, из Ласково. Ну, та, что молитвы исцеляет. А князю Павлу ты про эту февронью сказывал? А, и ещё чего. Ну и балда же ты у меня, помощка. Фомушка мой. Все силы свои положил, чтоб только разыскачил. Несколько ночей не спал. Голодал. Это всё, Дуня. Жизнью рисковал. Жизнью рисковал, между прочим. Ну, ладно, на. Ох, не доедет, Пётр. Ой-ой-ой. Совсем же слабенький. Трогай. Сдаётся мне, что это последняя надежда. Меня нет. Я... я кушаю. Накрымался, сердечная. Морковку, боже. Значит, намазался вот этим. И всё? Да, и его хворь быстро пройдёт. Ха! И это всё твоё лечение? Тело, да, мазь вылечит. Но чтобы его душу исцелить, я всегда должна находиться с ним рядом. Иначе полного исцеления князя не будет. А ты передал Петру мои слова? Ну а как же? Куда я денусь-то? А женили вы меня за моей спиной, значит. Вижу, что отвар мой помог. Но банька уже истоплена. Ждёт тебя, Пётр. А ты знаешь что? Пока я буду в баньке, садки мне рубаху из этого льна. В ней я и пойду с тобой на венчание. Ладно, договорились. Ну а ты тогда, пока я весь лён рассешу, смастери мне вот из этого полена хорошую прялку и веретено. Из этого прялку? А ты уверена? А из этого льна рубаху. А я ведь, я ведь где-то тебя видел. Ну так давай вспоминай. Пётр, змеи борются. Так это ты была тогда в лесу? Да уж не ведьма ли ты? Я слышал, что варят они своё зелье из зайчих лапок. Ты прав, услышать можно всякое. Да не во всё верить нужно. Ну да. Небось приколдовала меня тут своим зельем. А то я что-то насмотреться на тебя никак не могу. Может это потому, что я тебе по сердцу? А может ты сама в меня влюбилась? О, это меня. Быть может. Тогда быть может. Поцелуешь меня? А вот повенчаемся, тогда и поцелую. Но для этого нужны два кольца венчальных. Колечко простое. До слова княжеское. До слова княжеское. Льёт с небес сверенье песню грустную. Ты так далеко, но сердцем я не одна. Как же жить теперь с этим чувством в руке? Всё лишь потому, что знаю я ты свет моих глаз. Пусть моя любовь хранит. Тебя от зла, от бед и потерь, и от мирских невзгод. Я всегда с тобой, как в руке рука. Всё лишь потому, что знаю я ты свет моих глаз. И как пламя от свечи освещаешь путь в ночи. Никто не верил. А вон как вышло. Полюбил князь Муромский простую дочь Древолаза Февронию. Но чтобы любовь молодых окрепла, были посланы им испытания на верность и на твёрдость слова княжеского. Вот так-то, княжи. А мне-то говорил, что и на византийской принцессе никогда не женися. А сам уже невесту выбрал. Но нам же ведь в Муром пора ехать. Да, ты прав. Я же брату слово дал сразу же вернуться. Что ж, слово надо держать. Вот, держи. Я плату не беру. Это ж княжеский дар. Он от чистого сердца. Передай ему. Не беру. До встречи, Пётр. Давайте живее. Пум-пру-пум-пу-пум. Долго сказка сказывается, да недолго Петя женится. А мне говорил. О, гляди на небо, князь. Что? Что-что? Снег уже идёт. Что? Не видишь? Не вижу. Вот и я его не вижу. Ты же сам сказал, что женишься, когда снег летом выпадет. Ну, а что у меня есть с другой стороны особенного? Забудь её. А кольцо её выброси, и всё. Знаешь что, Фома, помолчи-ка. Без тебя разберусь. Наконец-то. Пётр. Ты здоров. Она тебе помогла. Вот так чудо. Кусомой смерти вырвало. Так чем же ты отблагодарил Февроне? Всё потом, брат. Слаб я ещё. Устал с дороги. Ладно. Всё верно. С дороги отдохнуть хорошо надо. А завтра начнём дела важные разбирать. Выздоровел-таки. А ты что плохо видишь? Ты не переживай так, а. Ну, было бы из-за чего. Какая-то там Феврония. Ну и что? Подумаешь, княжеское слово тоже мне. Сказано, хватит. Всё, 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 всё. Не, никто ничего не скажет, князь. Никто об этом не узнает. Пошёл. Прощай, мою ласковую. Как там мой Пётр? Указы, брат. Не по своей прихоти писать надобно. А по нуждам народа твоего. Обо всех помнить. И за исполнением следить должно. Вот, взгляни-ка, князь. Налог сработали новый. Тани соберём. Взгляни-ка. Как тебе новый налог? С каждой животиной по копеечке о казне доход. Что скажешь? Не разберу ничего. Буквы на листе пляшут. Дай-ка. Казна муромская должна не с поборов нищих людей расти, брат, а только с богатств наших. Ведь что такое мой указ? Указ — это надёжное слово князя. А княжеское слово — это закон для всех. Прежде всего, закон для самого себя. Слово князя покрепче Булата будет. Слово даю. Обещаю. Колечко простое, но слово княжеское. Пётр, что с тобой? Значит, та целительница из Ласкова тебе так и не помогла. Обманула? Нет. Это я её обманул. Мы с Февроней обручились, а я от неё отказался. Так. Вот оно что. Да уж, другую жену я тебе видел. Ожидал, что твой союз муром укрепит. Но чтобы мой брат нарушил своё слово, как бы там ни было, ты будущий князь и должен сдержать обещание. Пётр, это твоя наречённая пишет. Она сама зовёт нас на свадьбу. Венчаться хочу в родном моём храме. Хоть он не велик и не богат, княжеских пышностей не хочу. А как же без пышности? А гости? А как же пир? Для всего мурома. Это ещё не всё, слушайте. Да возьмите с собой, что потеплее. Если снег пойдёт, замёрзнуть можно. Как же так? Но на дворе-то июнь? Правда, странно это. Но вот что. Венчайся, как она просит. В этом я уступлю. Ампир должен пройти в муроме. Точка. Снег в самом разгаре лета. Пётр-то венчаться едет. Павел велел и нам всем собираться. Тебе здесь остаться нужно. В хранилище его проникнуть. Пётр-то венчаться. Всё равно без ключа туда мне не попасть. Ты, князя, слушаться я не могу. Все отношения попорчу. А нам это сейчас ни к чему. Господи, дай силы брата моему Петру. И да будет жизнь ему дана на добрые дела. Услышь меня, Господи. Тоже мне невеста сыскалась тут. Ни род, ни племени никакого. Это ж надо нас, знатных людей, в такую даль тащить. Что за свадьба в такой спешке, спрашивается? Эх вы, глупые клуши. Так в девках весь свой век и будете сидеть. Ох, невыгодный этот брак. Откажись, княжа. Пока не поздно. Если князь слово своё не держит, то позор ему на всю жизнь. Позор в наше время. Выгоду свою пускать. Потерпи, Пётр. Скоро уже доберёмся. Угу. Стой! Когда синяк летом выпадет. Тома, укрой Петра получше. Ты лежи. Сейчас, Петенька, сейчас. Только попуну потеплее найду. Я мигом, мигом. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. О! Вот и сбылось пророчество. Повенчались перед Богом и людьми князь Муромский Пётр и простая девушка Феврония. Ты, свет мой глаз, И как пламя от свечи, Освещаешь путь в ночи, И я иду к тебе. Ты, свет мой глаз, Мы с тобой обручены, И судьбой повенчены И, свет мой глаз... На небе и земле... Ты, свет мой глаз, На небе и земле... На летней и земле Добро вам пожаловать ко двору княжескому! В Рязанском лесу на опушке Жила непростая лягушка Ходила молва у народа, Что, мол, она знахарка и не дотрога Но все изменилось, наверное, Когда вдруг Петру стало скверно, Она его излечила И князя себе ужья получила Вот вам и лягушка с опушки Царевна скакнула простушка На свадьбе народ веселится, А кто-то от злости готов удалиться! Ты слышала сказку, наверное? Про ту лягушку-царевну! Ох, и я вам скажу, ребятушки, Смеетесь вы зря над лягушкой! Неплохо бы вспомнить скорее, Чем кончилось все для Кощея! Умна, быстро и на язык остров! Пойдем, пока не поздно, Съедим крось утра! Ну и вкусы у княжни! Ну и манеры! А как иначе-то? В своей деревне отродясь, Ничего вкуснее хлеба не ела! Ты глянь-ка, А молодая ты крошки со стола собирает! Кому крошки? А кому и угощение? А ты знаешь, Петр, Наконец-то я спокоен за тебя! Ох, не спеши, Мудрый наш князюшка! Я убедила князя, Что нужно стену срочно подлатать! Да, ведь уже и мостки поставили! А Павел как раз мимо них к себе и проходит! Сделала, как вы и сказали! Вы знаете, что надо делать! Дедки мои! Анна! Анна! Ты здесь? Анна! Анна! Что? Разбился князь Павел, и вот он, наш ключик-то! Да! Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Странно, Павел его всегда при себе носит! Как чувствуется, ишь ты, ведьма! Ох, ох, ох! Ох, ох! Ох, да что здесь? Ох, тихо! Ох, тихо! Павел! Ох, что тут? Князь Павел! Павел, что с тобой? Погиб наш князь! Ох, без Павла жизни мила стала! Решила в монастырь уйти? Да уж, сейчас ее уже ничто не держит! Ох, смотри! Возьми! От хранилища ключик-то! Прощайся, Павел! Теперь будет Петр править! Э-э-э-э-э-э-э! Прощайся, Брония! Ох, неспроста все это случилось! Неспроста! Да, вот и я об том же думаю! А случайно ли мудрый князь наш Павел погиб? А может, это все знахарка обстряпала? Да-да, чтобы сразу все к рукам-то прибрать! Петр-то совсем еще не опытен, чтобы самому княжеством Муромским править! Согласен, советники-то ему понадобятся! Вот и началось наше времечко! Доказны не допущу! Между прочим, наш род самый древний в Муро-а-а-а-а! А почему их два? А вот почему! Ведьму в советники взял! Вот и мы так же думаем! Неужто простолюдинка нам, боярам, приказы отдавать будет? М? Тсс! Княгинюшка, прости, что потревожили тебя по такому пустяку, но покрывалые перины во всем тереме совсем уж старые! Тут купцы парчу предлагают! Красота! Вы только гляньте! Роскошно! А прикажите-ка значению средства мне выдать, и я сама-сама за всем прослежу! И на платье всем еще достанется! Рот закрой! Я думаю, что перин, тюфиков с катертий в тереме хватает! Да и крепкие они еще! А казну на придуманные нужды тратить не гоже! А я так тоже думаю! Мне нужно идти! Займитесь делом! Ничем нам ее не взять! Просто ведьма какая-то! О! Княгиня! Ведьма! Точно! Ты, конечно, прости меня, княже, но знаешь, что в народе о Февронии говорят? Что княгиня молодая... Оборотень! Да-да, именно так! Говорят, что ровно в полночь заяц Февронии оборачивается черной кошкой, горлица становится ступой, ее бурундук метлой, а сама Верония превращается в старую ведьму. И что летает она по ночам над княжеством нашим. Все ей везде раздоры. Ежели у кого что плохо, то люди ее винят, князь. Ой. Вот растепа. Люди разные говорят. Или вы думаете, что в полночь меня превратили в дубину, и я уже не ваш князь? И как же она может раздор сеять, если всю жизнь людей исцеляет и даже копейки за это не взяла? Какие же болваны безмозглые. Ничем февронью это не взять. Ой, ведьма. Неспокойно вокруг Мурома. Пора собирать послов. Да, я тебя понимаю. При Павле, помню, всегда до полуночи не спали. Готовились? Не переживай так, я справлюсь. Устроим послам настоящий пир. Я приготовлю самые лучшие яства. И за всем прослежу. Нет, не гоже княгине на кухне толкаться. И все же, дозволь. У нас сладные стрепухи, не посрамят, я знаю. Петр, но только разок. Обещаю, не пожалеешь. Это такое событие. Ну да. А потом представим тебя послам заморским еще как чудную кухарку. Жену. И тогда весь мир узнает, какая в Муроме прекрасная княгиня. И какой здесь мудрый князь. Да липослов-то сама ведьма готовить будет. Совсем спятила. Матушке скажем, она со смеху лопнет. Ну что ж, поглядим, как послам заморским твоя стрепня понравится. Значит так, я отвлеку нашу знахарку, а вы добавите вот это незаметно. В медовуху, в медовуху. Ой, мои девочки. И в главные блюда для послов тоже не забудьте. Угу. И ничего не перепутайте. Княжеское не трогать. Угу. Княжеское не трогать. Княжеское не трогать. Княжеское не трогать. От всей своей души. Спасибо. Угощайтесь. Сегодня особый день. Спасибо за добрые слова. Ой, больно. Чего? Больно, больно. Ну что, Февронья целительница, ох, не сидит тебе боли на троне-то княжеском. Позволь мне помочь им. У меня есть все, что нужно. Вот она, отравительница! Не подходи ко мне. Не подходи. Все послы заморские грозят соотношения с нами разорвать. Считают, что мы это все со злым умыслом. Князь, мы окажемся в кольце врагов! Мы же разоримся! Где теперь деньги на казну брать? Все верно. Нужно делать выбор, князь. Все бояре в одну дуду. Вот и грамота готова. Дело-то серьезное. Верно. Все ее подписали. Не гоже князю нашему закон нарушать. Хорошо. Все по закону будет. Такова наша воля всех бояр муромских, уразумевших, что сие должно быть беспрекословно исполнено, ибо закон того требует. Княгиня Феврония, по законам княжества Муромского ты должна покинуть город. Я дал обед перед господом. Никогда не разлучаться с женой и слово свое сдержу. Если Феврония не по нраву, ищите себе нового князя. Князь уходит. Любовь-то сильнее власти княжи. А ну-ка, глянь. Все бояре в тронном зале собрались. Решают, кому на трон садиться. Все в тронном зале, говоришь. Какая удача. А вас уж не было, когда мой прапрадед во всем. Да за мной вся дружина муромская. Зато мой род самый богатый. Докажи. А может... Это мой трон, власть по праву. Я знаю, чего вы хотите. И могу дать вам все это. А ты еще кто такой? Я? Я ваш новый князь. Я золочу каждого. Деньги потекут к вам. Больше никто к вам и законам. Ни человеческих, ни божьих тем более. Для вас есть один закон. Кто сильнее, тот и прав. Человек рожден для удовольствий, а их дает богатство. Забудьте долг по-ярски. Хотите золото? Тогда поклонитесь мне. Измена. А кто против, зажгу. Начались в муроме голод и мор. Стенание и плач. И поставил змей идола. И стали ему поклоняться и служить. Браты мои! Где же мне столько денег? Браты, у нас теперь закон такой. Вы жалуетесь, что я задавил вас подонами! Слушайте мой указ! Я разрешаю грабить и убивать! Спасибо тебе, добрый человек! Ну и что ж не пособить! Путь вам долг и предстоит! А что в муроме? Да погиб муром! Князем там змей поганый! Совратил народ, бояр подкупил, все церкви позакрывал и стукан себе поставил! Никаких законов не признает! Кто из людей богаче, тот и прав! Лишь бы карман набить, утекла окровушка, а ему того и надо, будто пьет он ее в три горла! Что? Говорю, что суши дракон! А все-то из-за князя их Петра! Бежал он со своей молодой женой! Говорят, что куща райски искать! Бросил там все! А как же мы, народ? А нам что делать? С этим, что ли, обезьяном оставаться? В муроме беда. Враг, что Павла сгубил, теперь на троне. Мне надо возвращаться. Нам. Нас позвать должны. Сейчас княжеством змеи-то правят. Поверь, нас позовут, знаю. Люди добрые, если увидите князя Петра, передайте, что в муроме его просят. Да все! Петра беглеца ищут. Ну и где же он? Фома! Ой, сам Петя. Эй, княже, тебя в муроме не жальше просят вернуться. Угу. Причаливай. Надеюсь, Отец наш Небесный будет с нами. И он гораздо ближе, чем ты можешь себе представить. Нам по ротам нельзя. Вот сюда. ПЕЧАЛИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Князь! А? Я здесь, в темнице, заперт. Влас, ты? И тебя под замок? Погибаем мы тут без тебя. Влас, как же супостат смог трон мой занять? Да потому что не человек он вовсе, а сущий змей. Он колдун. Тебе нужен Агриков меч. Где ключ от хранилища, Влас? Ключ у этой, Ираиды. А почему у Ираиды? Коноправая рука, змеиная. Вдвоем тут правят. Вы знаете Ираиду. Добудьте ключ. Так. Значит, это мне. А это... А это в казну. Тетя, вальковки не найдется. А ты откуда здесь? Проваливай отсюда, картавый. Картавый, жди. Грех. Грех. Козу обороть. За помощь. Ах, мама. Ой, ловите, ловите. Ловите. Ай, украли. Украли ключ от хранилища. Кто украл? Так ведь ворундук зайцем. Что? К нам пожаловали гости. Сгоните толпу. Нас ждет нескучный вечер. Петр, здесь повсюду колдовские ловушки. Смотри. Опять мы на том же месте. Без агрикового меча нам с ним не справиться. Другого пути нет. Я должен с ним свозиться! Петр! Петр! Он колдун! Будь астралан! Добудь агриков в меч! Вставай, князь! Вставай! Ну? Рассказывай нам, зачем ты в Муром пожаловал. Что? Хочешь народ повеселить? Я не против. А то заскучали мы тут без тебя. Удюблен, князь? Давай же, будь посмелее. Еще! Удюблен, князь. Удюблен, князь. А? О! Вот он! А-а! Я тебя не боюсь. Еще! 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Господи, помилуй меня. Помилуй меня, Господи. Агриков меч. Папа! Вставайся, Крест, рядом! Где же Феврония? Папа хотела. Пётр, ты еще можешь спасти свою жизнь. Поклонись мне, не переломишься. Стёкер! Держи! Что? Агриков меч, Вставётр, я тебя уничтожу. Обернись, человечешка. Брось меч, и я пощажу ее. А теперь поклонись мне, и вы свободны. Но ты обещал опустить Февронию. А я и не держу ее. Но вот огонь не пускает. Что я наделал? Пётр, тебе решать. Всего один поклон. Поклонись, спины не переломишь. Давай. Все должны подчиняться одному хозяину. Преклони колено, ведь ты спасаешь жену. Ради Февронии, скорей! Не надо. Тогда, глупец, ты разделишь ее участь. Сила Лазар в любви и вере. Сила Лазар в любви и вере. Абулент, абулентик мой, абулент! Отдай, отдай! Не пойму, в чем же сила и секрет Меча Богатыря Агрика? Ты думаешь, без любви получилось бы победить идола? Сколько солнца в каждом взгляде Сколько света и любви Будем жить друг друга ради Сердце так стучит А не рановато ли снег пошел? Хм. Ему виднее. Стой! 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 Казь! 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 Расшивёмся! Фу ты! А где ж казна украденная? А чего сразу я? У вас же теперь Фома назначаем! Приданная это! Женихов наконец нашла! Девочки мои быстро всё собрали! Упустить можем! Женихи от нас ждать не будут! К темницу тебе дорога, а не на свадьбу! Моя Феврония! Мой Пётр! Дедушка, а они будут жить долго и счастливо? Да, станут примером вечной любви! А потом? Поживут и умрут в один день? Не умрут, а войдут в жизнь вечную! И будет наш народ почитать Петра и Февронию Как святых чудотворцев и покровителей Семьи и брака! Все дороги и пути не пройти! Каждый должен свой найти путь вдохновения! Чтобы просто вместе быть и любить И в надежды превратить И в надежды превратить все сомнения! И в надежды превратить все сомнения! Посмотри в небо! Улыбайся солнцу! Опусти печаль его! Не теряй веру! Доверяйся сердцу! Если в нем живет любовь! Кем бы ты ни был! Поживем в твоем сердце Вера, верность и любовь! Если вдруг настанет день, трудный день Свет в душе закроет тень отчуждения У тебя всегда есть шанс сделать шаг Самый важный первый шаг к примирению Посмотри в небо! Улыбайся солнцу! Отпусти печаль его! Не теряй веру! Доверяйся сердцу! Если в нем живет любовь! Кем бы ты ни был! Поживем в твоем сердце Вера, верность и любовь! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok